Привет, друзья! Много уже раз вам показывала свои походы в супермаркеты в английские. Всякие разные бренды. Вот как питаются англичане, какая еда продается в английских магазинах. Это уже говорено-переговорено. Но я вот что-то стала обращать внимание на некоторые вещи, которые я сейчас вот хочу конкретно выделить и с вами ими поделиться своими наблюдениями. Что касается рыбы и морепродуктов. В Англии, несмотря на то, что это островное государство, несмотря на то, что со всех сторон она окружена водой, и то, что считается, что здесь каждый второй имеет лодку. Вот не знаю, как насчет рыбаков, но в общем понимаете, что рыба должна быть. Ну вот посмотрите, выбор. Я уже тоже обращала внимание, сколько раз. Вот селедка, камбала. Дальше филе трески завалящее. Вот опять камбала. Так, что тут еще? Ну вот это сальман, конечно, как обычно. То есть лосось. Это выращенный не на море. Дальше вот какой-то удильщик. Но это вообще крайне редко. И потом, я не знаю даже, какой он по вкусу. 12 фунтов какой-то дорого стоит. Вот эта рыба, которая постоянно си и бреем постоянно тоже продается. Костлявая, невозможно, невкусная. Вот это весь выбор рыбы. Можете себе представить? И если вы думаете, что это только сейчас, нет, это так всегда. Вот такая вот. И это большущий супермаркет. Я вам показываю. Когда я была в Испании, можете посмотреть, в Тенарифе я тоже показывала вам супермаркеты. И там просто стеллажи с этой рыбой тянутся и тянутся и тянутся. Свежайшая. Да в том же Тунисе. Кругом. И креветки, и все, что хотите. Здесь не креветок. Вот, кстати, креветки. А, вот, надо же, увидела. Королевские креветки 25 фунтов. Они абсолютно не свежие. Они уже 10 раз перемороженные. И вкуса никакого не имеют. Грубые и невкусные. Ну вот еще какие-то гребешки тут, видите. Мясо гребешков 28 фунтов за килограмм. А, ну и вот еще форель. 5,50 за килограмм. Все. Это держава, которая стоит на море. Мне кажется, даже у нас это больше выбор морепродуктов и рыбы. И вот тут же рядом, видите, вот это вот смог. Так называется у них. Смог, то есть соленая, копченая рыбка. Это все филе и все прочее. Я такое вообще не покупаю. Потому что, насколько мне объяснили те, кто здесь работает в этих магазинах. Вот если у них заваливается свежая рыба. То есть она завалялась, ее никто не купил. Они ее коптят, солят и вам опять впаривают. Здесь то же самое, как и везде. Ничего другого пока не придумано. Тут еще, конечно, есть вот такие вот упакованные. Вот видите, почищенные, упакованные креветки. Мелкие, крупные. Вот, 200 грамм, 2,50. Вот такая, 3. Это 3,50 большая. Все по 150 грамм. Ну вот, 3,50. Си-фуд, селекшн. То есть кальмары немножко, немножко мидии, немножко хвостиков, креветок. 3,50, 200 грамм. То есть, понимаете, друзья, для меня это все. Ну вот, палочки крабы. Палочки крабы вообще несъедобные. Как-то я их купила, обрадовалась. Вспомнила детство свое, когда мы их покупали, просто так кушали. Они были сделаны из чудесной рыбки трески. И съедались на раз. А здесь это просто какая-то, вы знаете, палка, как из туалетной бумаги. Вот так. И вы знаете, кто-то может быть скажет, ой, ну зажрались там то сё. Да нет, ребята, но это есть просто невозможно. И разве это свежая рыба? Нет. Эти полуфабрикаты. Это сейчас можно в любом месте найти. Они не прельщают. Это уже только, знаете, как сказать, уж совсем оголодали. Вот кто-то бросится это покупать. Не знаю, я нет. И вот хочу показать знаменитый их фишн чипс. Это фиш, которая в сухарях вот такая. Видите, филе. Это филе трески обычно. Бывает даже не треска, а вот путасу. Это тоже из разряда тресковых. Но раньше я путасу кормила кошку свою. Вот такая вот рыбка. Три фунта. Шестьсот грамм. Раз, два, три. Тут четыре упаковочки. Четыре кусочка. Ну, не знаю. Нет, несъедобное для меня это все. Я человек рожденный у реки, у моря. И знаю, что такое рыба свежая. Я, по-моему, вам никогда не показывала, сколько здесь стоит вот такая вот зелень. Очень дорого стоит. Вот, в частности, вот укропчик наш замечательный. Тридцать грамм вот упаковочка. Ну, это вообще ничего, понимаете. Три будылочки. Семьдесят две пи. Точно так же вот этот вот такой лучок тоненький. Семьдесят два пи. Вот розмарин. Свежий. Тоже семьдесят два. Тут какой-то шампайр. Не знаю, что это такое. Тоже семьдесят два. Вот лимонная трава. Два вот таких малюсеньких штучки. Восемьдесят пи. Ой. Вот это вот какая-то свежая. Даже не знаю. Тайм. Все затаем. Тоже семьдесят два. Вот такое вот. Ну, здесь побольше. Это обычная петрушка. Здесь семьдесят грамм. Семьдесят два пи. Вот такая и такая петрушка. Видите? Я не смотрю на экран, может, вам. Так, вот трава ментол. Тридцать грамм. Семьдесят два пи. Понимаете, да? Ну, вот фунт пятьдесят. Вот такой большой. Большая такая упаковка петрушки. Петрушка у них не очень пользуется спросом. Хочу сразу сказать, она часто потом идет уже по сниженным ценам. А вот укроп. Вот тридцать грамм. Очень мало. На два салата практически. Семьдесят два пи. Да, ну и сразу здесь покажу вам имбирь. Не знаю, показывала, нет. Имбирь джинджа по-английски. Четыре фунта за килограмм. Это вот чеснок. Тридцать два пи вот такой малюсенький. Одна штучка. Или вот пятьдесят пи побольше. Тоже одна штучка. Удивило меня так же, когда я вам показывала салат из брокколи, как я готовлю, приготовлю вкусно эту капусту брокколи. Мне написали многие, что там она у вас в России или в какой-то другой стране очень дорого стоит, что там чуть ли не 400 рублей килограмм. Ну вот. Ну здесь вот цена за брокколи, если в килограммах говорить. 2,21 за килограмм. То есть можете сами считать. Ну вот я, когда покупаю такой средний вилочек. Здесь, кстати, уже завялый. Я такой не беру. Я беру, чтобы хрустел. Это тоже играет роль. Вот такой средний вилочек. Он стоит обычно 50-60 центов. Ну вот умножайте на 85. Сколько это будет? Если я правильно считаю, то где-то порядка 50-60 рублей за вилочек. Что касается тут же цветной капусты. Ну вот огромные такие вилки. Очень хорошая, свежая, твердая. Такой вилок неподъемный, наверное, где-то килограмм. Вот цена за штучку. Фунт 50. Цветная капуста. Ну, наверное, фунт 50 получается за килограмм. А вот свекла. Свекла, на удивление, тоже дорогая. Мне кажется, что дорого. Потому что вот три таких вот, видите, пучочек из трех маленьких свеколок. Вот тоже фунт 50. Ну, это свежая. Если вы будете смотреть такую уже качанную, большую, она, наверное, дешевле. Обычная капуста белокочанная. 75 центов штучка. И рядом тут еще красная капуста. 80 штучка. Знаете, найти хороший мед, это просто очень сложно. Я отказалась от сахара полностью, решила как-то тут все-таки посвятить немножко себя здоровью собственному. И вот думаю, ну, раз сахара не ем, значит, надо какой-то натуральный хороший мед. Стала я смотреть, друзья. Ну, вот я покупала обычно мед. Вот либо такой, тут 360, сколько тут, 340 грамм. Написано Хоуни, видите. Вот, 2,85 вот эта баночка. Потом я стала, я его попробовала, но он, конечно, не такой, как у нас нормальный мед бывает. Я посмотрела, что они тут пишут, ингредиент какой, да. Сколько я не искала ингредиент, состав. То есть, я не нашла. Хорошо. Я стала смотреть на других банках потом уже даже для себя, чисто интересно. Вот опять написано, видите, Хоуни, уже 454 и он дешевле. Фунт 25. Стала смотреть, что же они тут пишут, ингредиенты. Да, они пишут сразу в первой строчке, вот, пожалуйста, ингредиент. И пишут Хоуни, то есть, ингредиент мед. Они не пишут, сколько процентов, 100 процентов или сколько. Ну, вот, мед тебе и мед, да. Вот еще вот такой вот прозрачный мед, видите. Вот, давайте посмотрим ингредиенты. Не вижу я ничего по поводу того, натуральный это мед или добавление сахара или что тут. То есть, понимаете, я даже однажды так подошла, тут как раз какая-то расфасовывала женщина, которая работает здесь. И я у нее спросила, вы не подскажете мне. Она стала вместе со мной смотреть. Я говорю, вот, иногда состава не вижу, а мне бы хотелось точно узнать, потому что так много меда у вас здесь. И разные такие цены, видите, вот, 2 фунта тоже Хоуни, пожалуйста. Вот, порклия. Вот ингредиент, видите, опять ингредиент Хоуни. Видно вам? Вот и все. Ну, не знаю, она мне сказала, просто уверила, что это 100% мед, что, в общем, не может такого быть. Я говорю, почему такая цена разная, Тарас? Во-вторых, все-таки мед по такой цене, вот я, например, в МНС, когда покупала мед, то там уже такая баночка уже стоит 7 фунтов. Вот. А на других баночках написано, что состав меда там 25%, а на некоторых, которые дешевые, вообще было написано, что 6% меда. Но мне сказали, что нет, у них такой мед 100% и это все натуральный. То есть, понимаете, вот с медом какая-то для меня непонятка абсолютная. Ну, это по вкусу, понимаете, даже не то, что по цене, но и по вкусу. Он не похож на настоящий мед, он даже и не пахнет медом. Вот натуральный мед только в каких-то специфических отделах, специальных магазинах. Вот, в частности, как здесь, видите, здесь целая полка, такая витрина. Тут книги объясняются. Здесь вот свечи из воска. Восковые с запахом лимона. Так, что тут еще у нас есть? Пчела. Вейгарден. Даже не знаю, что это такое. В общем, ну, вот всякие такие вот красивенькие медальончики с этими пчелками. И вот опять, видите, мыло. Хани. Хани и камамил. Это с медом мыло. Как вы видите, здесь все у них с пчелками. И всякие посуда, и сумки. И вот, если здесь смотреть мед, в частности, смотрите. Вот такая вот банка меда, да. 450 грамм. Тут даже внутри видно, что соты. Вот 450 грамм. 16 фунтов. Вот такая вот баночка. И даже может быть, что тут добавка сахара у них, как обычно. Вот такая меньше баночка. 12 фунтов. Я смотрю через камеру. 240 граммов. Мне неудобно смотреть. Вот. 12 фунтов. А вот это уже, видите, 5,50. Такая же 240 грамм. И здесь бритиш хани джели. Ну, то есть, вроде как хани тоже. Но когда мы смотрим ингредиенты, то написано сахар 25%. А мед всего лишь 6%. 6% меда. И вот стоит 5,50. Вы знаете, после того, как они стоят рядом, у меня закралось смутное сомнение, что здесь тоже мед не стопроцентный. Они, главное, что даже и не пишут, что он стопроцентный. Представляете? И вот даже есть тоже у нас специализированный магазин. Еще один в райде там. Это я в другой пришла. Специализированный большой магазин вот такой. Здесь всякие сувениры. Все такое. Видите, очень шумно. Очень любят его тоже англичане, этот магазин. Ну, вот он такой типично английский. И вот, вроде бы как мед должен быть нормальный, но не стопроцентный у нас. Вот, как я говорю, тоже есть магазин специализированный, в котором продаются травы. Herbs называется магазин. И там я купила банку меда, тоже радостно, за 5,50. Там было 500 грамм меда. Было написано тоже хани, мед. Ну, когда стала пробовать, однозначно он нисколько не мед. И даже пахнет не так. То ли дело у нас были ярмарки меда, помню, в Москве. Ох, там настоящий мед какой хочешь. Можно было купить и напробоваться. А здесь остается только мечтать о настоящем меде. Вот, также вот такой, видите, тоже у них. Еще один стеллаж рядом со всякими овечками, барашками. Тоже они обожают. Вот и кружки тут у них с овечками. Чайники. Овечки, барашки. Вот, это открытки такие. Уоли, шип. Меховая. Овечка. И вот такие вот магазины специализированные. Они чисто английскими товарами какими-то полны. И вот вы знаете, то, что опять я вам много раз говорила. Очень консервативные англичане. Вот просто диву даешься. Может быть, что-то даже гораздо вкуснее и лучше будет рядом продаваться. Но если они не знают, если они никогда этого там не пробовали и никто им не сказал, что это хорошо, они этого никогда не купят. Они лучше переплатят, но купят свое то, что они знают. Такой консерватизм присутствует во всем. Хорошо ли, плохо ли судить вам. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...